Мир вам! С вами Любомир Погоявленский. Сегодня у нас 5 апреля 2021 года. Данное видео доступно только для совершеннолетних. Если вам нет 18 лет, то это видео немедленно выключите. Я, конечно, на эмоциях, потому что, уважаемая Татьяна Монтян, я, конечно, читаю периодически ее какие-то новые посты, иногда смотрю ее видеоролики, этого не скрываю. Человек высокоинтеллектуальный, человек очень умный, человек профессионал своей сферы деятельности юридической. Я очень уважаю этого человека, но, тем не менее, я, естественно, периодически пишу ей комментарии. Это редко, когда я пишу комментарии, к слову-то. Наверное, это вот есть канал ТСН, где я очень редко пишу комментарии. И есть вот канал Татьяны Монтяну в Телеграме. И я редко пишу, изредка там. В основном я смотрю в Телеграме ее какие-то посты. Ну, иногда захожу на Ютуб-канал, с Телеграма перехожу. Я не пользуюсь Инстаграмом, например, все это знают. И я только вот очень скромно себе живу. Это Фейсбук в основном, это Телеграм. И сейчас изредка я захожу в ВКонтакте, но там редко публикую новые посты. Ну, вот смысл в том, что Татьяна, уважаемая, она поехала на похорон мальчика бедного, который трагически умер, мученически на территории Донецка. Прилетел беспилотник, и он сбросил, по словам местных жителей, и бомбу, которая взорвалась, малыш вышел гулять во двор. И произошла эта трагедия. Вот Татьяна поехала на похорон. Она записала видео душераздирающие, где, конечно же, рыдает бабушка, плачут все местные там жители, которые пришли мальчика проводить последний путь. Он в закрытом гробу, и он невиновен абсолютно, это чистый ангел. И все плачут, рыдают, и в комментариях под постом Татьяны, ну, я эти скрыны не делала, там проклинают Украину, проклинают украинскую армию, призывают казнить наших военных. Ну, там агрессия в адрес Украины летит ужасающая. Ну, я, конечно, обращаюсь к уважаемой Татьяне. Ну, родная Татьяна. Вот я как русскоязычный украинец, и вы русскоязычная украинка, и хоть я поддерживаю единый государственный язык, но тем не менее я не скрываю того, что я часто мыслю на русском языке, разговариваю на русском языке, и, то есть, много у меня книг поэзии написано на русском языке, то есть, я и на украинском, и на русском мыслю, ну, учусь на украинском языке, вы знаете, я могу нормально спелкуватываться, вильно на своей ридней украинской мове. Вот вы записали это видео, но возникает главный вопрос. Где пруфы, где доказательства, что беспилотник был вот сто процентов украинским, что это Украина сделала им. Вы записали это видео, там весь этот Донецк вновь обозлился на Украину, вместо того, что они же не осознают того, что они не имеют права идти на какой-то референдум и отделяться. Ну, вы же, как юрист, знаете, простите за эмоции, что есть Конституция, но не имеет права Крым сам собраться, какой-то провести референдум и отделиться от Украины. У них нет юридически этих полномочий. Должен быть всеукраинский референдум. Вы знаете, что это незаконно, и даже сами россияне это осознают. И Донецк, и Луганск. Ну, живите! Что вы умирали в Украине? Вы помжевали? Вы прозябали? Или вы несчастливо жили здесь? Вы прекрасно все жили. Никто не умирал. Живите и радуйтесь. Зачем же вы совершили преступление века, безмозгло пойдя на эти псевдореферендумы? Вы знаете, Татьяна, уважаемая, что они нарушили все законы. Они не имеют прав это делать. Отделяться от Украины, убивать украинских солдат и какие-то права еще требовать. Какие права? Есть права человека, но я не вижу протеста жителей Донецка и Луганска. Чего ж они не говорят России? Страна-агрессор. Когда я был в 2016 году на российской битве экстрасенсов, и там было испытание, где меня ужасно монтировали, там всякими словами пообзывали, что я и мошенник, и такое, и сякой. Что происходило? Приехали российские солдаты, которые воевали в 2016 год в Донецке и Луганске. Вы слышали, как они ненавидят Украину? Поехали из России убивать украинцев. И я сказал категорически, что я против этого. Чего вы, россияне, претесь туда в 2016 год убивать? Я приехал мир нести, чтобы прекратилась война. А россияне поехали убивать. Они испытание еще такое в битве экстрасенсов сделали. Бессовестные, аморальные, до ужаса. И вот вы засняли это видео, где Украину готовы все разорвать, убить без доказательств. Давайте посмотрим по картам Таро, кто же совершил это преступление. Мне самому интересно, вот эксперимент, карты не говорят 100%. Я не могу давать гарантию, 100% никогда не даю. Но давайте посмотрим. Итак, это стреляла Украина, или это стреляла Российская Федерация этим беспилотникам? Смотрим. Что говорят карты? Ну, прекрасно. Это была Украина, вопрос. Идут три карты, которые говорят однозначно нет. Это была не Украина. Мои карты Таро показывают. Кто это был? А у нас Российская Федерация, черт, тхотвурь, убийца выпал сразу. Российская Федерация, как воплощение зла. Сатанинский план карты. Вот так мне Таро показывает. Видите, что происходит? То есть Российская Федерация послала туда беспилотник, убили ребенка. Вы поехали, сняли видео, и сейчас все рассказывают, что это была Украина. Проклинают Украину. Вы знаете, уважаемая Татьяна, простите меня за эмоции, это ребенок, что Российская Федерация сейчас как империя зла, сатанинской неправды, она не остановится ни перед какими убийствами, ни перед каким злом. Мне по ясновидению четко и ясно видно, что этот беспилотник скинули не наши солдаты, ни украинская армия, а это сделала и совершила империя зла и сатанинской неправды, Российская Федерация, чтобы оклеветать и очернить Украину и вызвать еще большую ненависть жителей Донецка и Луганска, которые предали Святую Украину к нашей земле. Как выйти с этого положения? Что делать в этой ситуации? Не нужно питать иллюзии. Ну, карты показывают только на Российскую Федерацию. Это тайный путинский план. Чтобы вызвать ненависть и новую эскалацию агрессии к Святой Украине. Убили вначале наших четырех солдат, потом взяли беспилотник, послали, взорвали, подорвали несчастного ребенка. Непонятно, доказательств нет, кто, что, какой беспилотник там был, если он был. Ребенок мертвый. Это трагедия. Ребенок-жертва невиновная абсолютно. Но хотят убить, разорвать Украину. Без доказательств, потому что это ж Украина. Такие всякие фашисты на своей земле убивать украинских солдат. Это земля Украины. Где это в мире возможно? Жители Донецка и Луганска своим предательством совершили преступление века. Сами страдают. Украина вся страдает и мучается. Невиновные дети гибнут. Есть там мозги в этом Донецке и Луганске. Предатели, предательницы. Где ж те бабушки, вы старые? Да вы как бабушки. Пойдите, скажите этим россиянам, агрессорам. Идите к чертовой матери через нашей территории. Мы Украина. Мы с Украиной. Где ж те бабушки на украинском языке? Борцы за нашу страну единую. Их нет. Они все предали спокойно Украину и жалуются, а нас бомбят, а нас убивают. Нескаянный грех, который они совершили. Я не судья, я тоже грешный человек. Всех погрузил в ад. Это преступление века. Совершили жители Донецка и Луганска. Что делать? Чтобы ситуация разрешилась, необходимо покаяние и воззвание к высшим силам. Жители Донецка и Луганска должны четко и ясно ответить стране-агрессору. Мы, Украина, и вернуться в состав нашей страны. Добровольно, без ненависти, без зла. Пострадавшие семьи также украинских солдат. Сколько их наших ребят поубивала российская армия с жителями Донецка и Луганска, которые предали Украину. Должна воцариться любовь, прощение и милосердие. Трагедия ребенка это ужасающее зло. Но нужно осознавать и понимать, кто виновен в этом зле. Виновны те люди, которые предали Украину в 2000-х, 14-15-х годах, когда началась эта ужасная война. Нужно перестать заниматься терроризмом и убивать Украину, а защищать Украину и любить эту страну. И тогда все станут счастливы. И зло это прекратится. Виновата во всем Российская нынешняя федерация. Страна агрессор воплощения зла. Империя зла и сатанинской неправды. Я очень сочувствую бедным родителям этого ребенка. Он невиновен. Это трагедия. Любое убийство это зло. Но жители Донбасса должны осознать, что они сами виновны в этом зле. Они открыли ящик Пандоры и принесли тысячи сотни ужасающих смертей по всей Украине и даже за гранями Украины. Предательство жителей Донецка и Луганска Украины их безумие низкий уровень интеллекта это преступление века. Потому что этому злу нет ни конца ни края. Вместо того, чтобы благодарить высшую силу, что они жили, никто не умирал, все были счастливы, была единая Украина. Они предали свою страну и продолжают черстветь во зле обманутые нынешней РПЦ, как воплощением тоже зла и неправды нарушения канонов. Нужно творить добро и стремиться к добру. Да будет мир, любовь, добро. Простите за эмоции, Татьяна Монтьяна, я прошу прощения, у родных этого бедного ребенка. Нужно стремиться к добру и двигаться вперед. Это ужасающее зло, что произошло. Но почему-то в ваших комментариях не пишут люди. это был беспилотник Российской Федерации. Эта империя зла убила нашего ребенка, а клеветавая болга Украину. Они поддались манипуляции и даже вы поддались, Татьяна, как вижу. Не имея доказательств клеветать на Украину, а карты Таро четко показали, это был беспилотник Российской Федерации. Они просто создали циничную провокацию на костях невиновного ребенка, чтобы поднять новую ненависть и агрессию к святой Украине. Я призываю всех к добру, к мудрости и к интеллекту.